Альфа-Ньюс Сергей Лавров подчеркнул, что в Нагорный Карабах приходят российские миротворцы, тогда как вопрос о статусе Арцаха должен был быть оставлен будущим поколением. Однако в октябре 2022 года в Праге официальный Ереван не просто признал Карабах частью Азербайджана, но и, как отметил Сергей Лавров, забыл внести в договоренности пункт об обеспечении безопасности армян Карабаха, что и создало нынешнюю ситуацию. Сергей Лавров прокомментировал нынешнее состояние армян-российских отношений и в своем интервью изданию «Итартас». Лавров подчеркнул, что в руководстве Армении есть те, которые пытаются найти новых друзей на Западе. Вместе с этим он подчеркнул, что армянское руководство должно бы посмотреть на самые свежие исторические примеры того, что бывает с лидерами тех стран, которые ищут дружбу, ищут новых друзей на Западе. В воскресенье Никол Пашнян выступил с очередным обращением к армянскому народу. И если выделить основные посылы, которые были направлены народу, то следует выделить несколько основных идей. В первую очередь Пашнян вновь обвинил во всех тех происшествиях, которые были зафиксированы на территории Нагорно-Карабахской республики, начиная с ноября 2020 года, российский миротворческий контингент. Он усомнился в целесообразности нахождения российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха. Вместе с тем он фактически заявил о том, что у Армении есть серьезные опасения по поводу эффективности организации договора о коллективной безопасности. А также фактически заявил о том, что одним из элементов новой архитектуры безопасности для Армении руководство страны видит ратификацию римского статута. Заявление Николы Пашняна не могло остаться без внимания официальной Москвы. И спустя определенное время МИД России выступил с достаточно большим заявлением и представил свое видение ситуации. В частности, в заявлении Министерства иностранных дел Российской Федерации было отмечено, что по состоянию на ноябрь 2020 года между руководителями Армении, России и Азербайджана было достигнуто джентльменское соглашение касательно статуса Нагорно-Карабахской республики. Было достигнуто соглашение, согласно которому вопрос о статусе будет оставлен будущим поколениям. Тогда как официальный Ереван на западной переговорной площадке договорился о признании суверенитета Азербайджана над Нагорно-Карабахской республикой, что в корне изменило не только всю суть переговорного процесса, но даже и статус российских миротворцев, находящихся на территории Нагорно-Карабахской республики. Прошедшие семь дней запомнились и тем, что Армению посетило множество различных международных делегаций. В первую очередь, конечно же, речь идет о представителях западных структур. В частности, Армению с визитом посетила директор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр и делегация Конгресса США во главе с сенатором Джерри Питерсоном. Вместе с тем, единственным представителем официальной Москвы, посетившим Армению с официальным визитом в эти несколько дней, был министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев. Визит Колокольцева примечательен не только по той простой причине, что он явился единственным представителем официальной Москвы, который после событий 19-20 сентября посетили территорию Армении, но и по целому ряду других причин. В частности, это визит самого высокопоставленного российского чиновника в Армению после начала очередного витка кризиса в армяно-российских отношениях, который начался с сентября текущего года, о чем мы многократно говорили. Кроме того, есть еще одна весьма примечательная деталь визита Колокольцева. Та информация, которая была представлена в армянских СМИ и в армянских официальных источниках, разница с той точкой зрения, которая была представлена в российских СМИ и российских официальных источниках касательно визита Колокольцева в Армению. Если армянские средства массовой информации, армянские официальные источники ограничились общими, обтекаемыми формулировками, и в них было сказано о том, что Колокольцев и Пашня во время встречи обсуждали взаимодействие Министерства внутренних дел Российской Федерации и Армении, тогда как российские средства массовой информации сообщили о том, что во время своего общения с Николом Пашняном Колокольцев весьма однозначно заявил о том, что Запад в лице Соединенных Штатов Америки, пытаясь воспользоваться украинским кризисом, старается выдавить Российскую Федерацию с территории Южного Кавказа. Вместе с тем Колокольцев подчеркнул, что на самом деле Америке плевать как на Армению, так и на армянский народ. Уходящие семь дней запомнились целым рядом иных примечательных и на самом деле не самых приятных событий. В частности, переходя границу в Лачинском коридоре, азербайджанскими спецслужбами был арестован бывший госминистр Республики Арцах Рубен Вартанян. На данный момент уже известно, что ему предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Азербайджана, и Рубену Вартаняну может грозить лишение свободы сроком до 14 лет. Также поступила информация о том, что на азербайджанском КПП был задержан также бывший министр обороны Нагорно-Карабахской Республики Левен Манацаканян. Буквально некоторое время назад с заявлением выступил и бывший министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян, который заявил о том, что сам сдается официальному Баку властям Азербайджана, поскольку в обратном случае могли бы пострадать ни в чем не повинные граждане. 28 сентября 2023 года войдет в историю армянского народа как одна из самых трагичных и одна из самых позорных дат в истории нашего народа, поскольку именно 28 сентября был подписан указ о расформировании Республики Арцах. Так, множество квалифицированных юристов в Армении говорят о том, что подписанный Самвелом Шахраманьяном документ не имеет юридической силы, поскольку у истоков основания Нагорно-Карабахской республики является волеизъявление народа, и только волеизъявлением народа Республика Арцах может быть расформирована. Отметим также, что по поводу данного приказа высказалась и официальная Москва, и было отмечено, что Москва примет к сведению подписание данного документа. Профильная комиссия парламента Республики Армения вынесла положительное решение по проекту ратификации Римского статута Международного уголовного суда и включила его в повестку предстоящего полинарного заседания парламента Армении. Многократно представители официальной Москвы говорили о том, что ратификация Римского статута будет воспринята официальной Москвой как откровенно враждебный шаг, о чем в частности заявили на неделе как Сергей Лавров, так и представители МИД Российской Федерации. Однако ситуация такова, что власти Армении не намерены отступать от своего решения, ратифицировать Римский статут, даже несмотря на все опасения представителей Российской Федерации. Прошедшие семь дней запомнились и многочисленными акциями протеста, как в столице Армении, Ереване, так и по территории всей республики. Безусловно, были и разочарования. В частности, у многих вызывает недоумение, по какой причине представители оппозиции отменили заранее согласованных и заранее анонсированный митинг. Вместе с тем, стоит зафиксировать, что даже несмотря на определенные тактические неудачи, очевидно, что напряжение в обществе продолжает нарастать. Недовольство, которое есть в обществе, недовольство касательно политики Никола Пашиняна и возглавляемого им правительством, никуда не делось. Более того, очевидно, что общество ищет возможные механизмы для того, чтобы выплеснуть эту негативную энергию, которая скопилась за последние пять-пять с половиной лет. Недовольство общества проявляется различными методами. В частности, в сентябре прошли выборы в Совет Старейшин Еревана. И на этих выборах главным итогом было то, что представители власти, гражданский договор провалились на этих выборах. Напомним, что по официальным данным в Ереване зарегистрировано более 850 тысяч избирателей, тогда как партия «Гражданский договор», используя все возможные рычаги воздействия на избирательный процесс, используя административный ресурс, смогла набрать порядка 76 тысяч голосов, что составляет чуть более 9% от общего числа избирателей в Ереване. Если же мы посмотрим на это число с точки зрения избирателей по территории всей Армении, то отметим, что на сегодняшний день в Армении зарегистрировано более 2,5 миллионов избирателей. Иными словами, сегодня власть в Армении удерживает та политическая партия, которая имеет поддержку всего 3,9% населения нашей страны. Общество действительно ищет пути выражения своего недовольства, пути выражения своей обеспокоенности данной ситуации. И вновь подчеркну, если на данный конкретный момент мы можем зарегистрировать тактическое поражение оппозиции, это не говорит о том, что напряжение в обществе будет спадать. Более того, ни для кого не секрет из тех, кто проживает в Армении, что даже события, которые произошли 19-20 сентября на территории Республики Арцах, не заставят правительство Армении изменить тот внешнеполитический вектор, который они избрали. Тот внешнеполитический вектор, которого придерживаются власти Армении, это не формирование нового уровня взаимоотношений с Западом, новой системы взаимодействия, более эффективной системы взаимодействия с западными странами. Это трансформация, превращение Армении в южную антироссию по самому плохому примеру Украины. Более того, уже 29 сентября ряд армянских неправительственных организаций выступили с заявлением с требованием начать официальный процесс в направлении прекращения членства Армении в ОДКБ, вывода российской 102-й военной базы с территории Армении. Для подавляющего большинства населения нашей страны это неприемлемый путь. Более того, большинство жителей Армении и те люди, которые выходят на митинги, и те люди, которые, выходя на выборы, голосуют за оппозицию, они прекрасно понимают, что та пропаганда, которая убеждает людей в том, что как только Россия выйдет из региона, то есть будут выведены 102-я российская база, пограмм войска российские из Армении, вместо российских войск займут войска Соединенных Штатов Америки или войска Франции, это есть не что иное, как манипуляция, это проявление геббельсовской пропаганды. В армянском обществе прекрасно осведомлены о том, что наша страна огружена четырьмя очень сложными соседями Турцией, Азербайджаном, Ираном и Грузией. Данный факт говорит о том, что у Армении и у любого ее потенциального западного партнера, если такой, конечно же, найдется, будут фундаментальные проблемы с выстраиванием военной логистики. Нет тех способов, которые позволили бы доставить в Армению западные вооружения, а тем более западные войска. Сложно представить, что Турция или Азербайджан позволят, чтобы через их воздушное пространство или из их территории на территорию Армении были переброшены войска, которые должны защищать границы Армении по всему ее периметру соприкосновения с Турцией и Азербайджаном. Армянские власти, используя все возможные информационные рычаги воздействия на армянское общество, продолжают убеждать людей в том, что как только российские войска покинут территорию Армении, это позволит властям Армении не только обеспечить нахождение в нашей стране войск Соединенных Штатов Америки или Франции, но и пытаются убедить граждан в том, что это позволит выстроить новую модель взаимоотношения с Ираном, тогда как ситуация в корне отличается от того, что пропагандируется официальными властями. Представители официального Тегерана многократно заявляли о том, что не потерпят присутствие третьих стран в регионе. Под третьими странами в Иране, конечно же, понимаются представители Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза. Если представители третьих стран, третьих игроков окажутся на территории Армении, заинтересованность Ирана в обеспечении территориальной целостности Армении и вообще существовании армянского государства будет сведена к нулю. Что, в свою очередь, создаст для Азербайджана и Турции историческую возможность решить вопрос не только с так называемым Зангизурским коридором, но и решить вопрос с так называемым Западным Азербайджаном, то есть за счет территорий Армении сформировать новое азербайджанское государство. Если же в результате всех этих событий Армения лишится своей сухопутной границы с Ираном, и вместо этой границы возникнет новая сухопутная граница между Турцией и Азербайджаном, то не только Российская Федерация, но и Иран более не будут заинтересованы в том, чтобы поддерживать государственность Республики Армения. В таком случае мы все с вами можем прийти к ситуации, когда уже самим гражданам Армении будет дано время для того, чтобы они покинули свою историческую родину. И те колонны, которые вы видите, которые направляются из Степанакерта в Ереван, эти же самые колонны могут появиться уже в самой Армении, и люди будут направляться из Степанакерта, например, в Тбилиси. Кому 5-5,5 лет назад могло показаться реальным, что Армения может стать одним из крупнейших поставщиков оружия Азербайджану? Напомню, что по итогам 44-дневной войны и по итогам тех событий, которые произошли в Республике Арцах 19 и 20 сентября, когда армия Армении не пришла на помощь войскам Нагорного Карабаха, Азербайджану досталось оружие на несколько миллиардов долларов. Сами себе задайте эти вопросы и потом поймите, реально ли, чтобы один день также был подписан документ о расформировании уже самой Республики Армения. Такова была Армянская неделя с Бенямином Мативасяном. Увидимся ровно через 7 дней в эфире Альфа-Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин